Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел время мир путешествия. Полночь 6, 23 апреля 2019 года в гости к талибам. Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел время. Фото, собака к travel.ru. Афганистан одно из самых опасных мест планеты. Война, цинковые гробы, теракты и средневековые порядки. Отправиться туда в туристическую поездку решение по меньшей мере нетривиальное. На россиянин Дмитрий Свердлов его принял, съездил в гости к талибам, благополучно вернулся назад и рассказал ленте.ру о своих впечатлениях. Мы с друзьями отправились в Афганистан, чтобы испытать себя, посмотреть, как живут люди в государстве, где война не прекращается уже несколько десятилетий. Мы ехали, чтобы чуть больше ценить то, что имеем. Мой друг хотел возложить цветы к стенам военной базы, на которой когда-то служил его близкий и знакомый. Поездка в Афганистан это все равно, что путешествие на другую планету. Там другие законы, другие правила. Правила военного времени. Если тебя принимают афганцы, то они принимают тебя от чистого сердца. У афганцев можно поучиться одному очень ценному качеству умению радоваться мелочам. Добраться до Кабула. Существует негласная рекомендация от МИДа не выдавать туристические визы в Афганистан, но получить визу нам было нужно. Первый раз я пришел в посольство на праздник Наврус своеобразный афганский Новый год, который отмечают 21 марта. Конечно же, посольство в этот день не работало. Через пару дней я пришел еще раз. Работники посольства очень удивились, что цель моей поездки – туризм. У них не оказалось даже туристической анкеты. В большинстве случаев выдают либо рабочую визу, либо по линии МИДа. Консул допросил меня по поводу поездки, цели, сроки, мотивации. Не без проблем, но в конечном счете, визу нам все же одобрили. Фото – Дмитрий Свердлов. 1.5. 90% пассажиров в самолете афганцы. Это самая образованная и интеллигентная часть населения. Я спрашивал у них о целях поездки, и почти все ответили, что едут проведать родственников, которые остались жить в Афганистане. Они очень удивились, что мы летим туда просто путешествовать. Все как один говорили, если бы не родные и близкие, оставшиеся там, они бы никогда не вернулись на родину. Даже для российских афганцев это была экстремальная поездка. Безопасность передвижения по стране гарантирует не вооруженная охрана, не бронированный автомобиль, а национальная одежда. Первое, что мы сделали по приезде, отправились в местное отелье, где с нас сняли мерки и сшили по ним национальную одежду. Когда ты гуляешь или едешь в автомобиле в традиционном афганском костюме, то не так сильно выделяешься из толпы. На войне как на войне. Как-то во время поездки мы спросили у местного фермера, как он относится к тому, что в его стране уже несколько десятилетий ведутся военные действия. Он ответил, что война войной, а ему надо обрабатывать землю и кормить семью. Афганцы относятся к войне, как мы к плохой погоде за окном. Конечно, неприятно, но пропускать работу нельзя. Ты можешь в любой момент подорваться на мине, но это не повод откладывать свою жизнь на завтра. Фото, Дмитрий Свердлов. 1.4 Сейчас в стране фактически царит анархия. Есть очаги, где правительство пытается удержать контроль, но все понимают, что как только американцы уйдут из страны, к власти снова вернутся талибы. Американцам выгоден контролируемый хаос. Конфликт на национальной почве в Афганистане был всегда. Пуштуны завидовали таджикам, потому что у них уровень жизни лучше. Таджики ненавидели пуштунов, потому что те, на их взгляд, ленивые и не любят работать. Последним, кто мог объединить страну, был знаменитый пандширский лев Ахмад Шахмасуд. Сейчас он национальный герой, его портреты висят по всей стране. Нам было интересно побывать в местах, где сохранился традиционный уклад жизни. Мы посетили один из горных кишлаков, в котором никогда не было иностранцев. Когда СССР ввел ограниченный воинский контингент в Афганистан, поблизости от этого кишлака проходила советская разведрота, но в сам кишлак разведчики нас заходили. Мы были первыми иностранцами, которые сюда попали и которых приняли, пригласили в дом, напоили, накормили. Вот только женщин мы не увидели местные прячут своих жен, поэтому в основном общаются только мужчины. В фото опубликовано собака Ктравилру страна живет за гранью бедности. Но оружие есть в каждой семье, в каждом доме. И это просто способ выживания, ничего больше. Постоянное ведение боевых действий отразилось на мировоззрении афганцев, в большинстве своем а не фаталисты, которые воспринимают смерть как нечто неизбежное, что может произойти в любой момент. Шанс дожить до старости такой низкий, что никто о пенсии даже и не думает. Главная мечта жителей всего Афганистана уехать из страны. Российское посольство завалено запросами на получение визы и вида на жительство. Чаще всего афганцам отказывают. Наркоз. В Афганистане действует сухой закон. Единственный способ расслабиться наркотики. Употребляют их практически все и в достаточно большом количестве. Мы были свидетелями, как компания пожилых мужчин расслаблялась при помощи громадного количества гашиша. От десятой доли этой адской смеси любой европейский обыватель свалился бы с ног, но афганские деды, не обращая на наше удивление никакого внимания, добавляли гашиша снова и снова. Фото. Дмитрий Свердлов. 1-4. Как-то мы проезжали маковое поле и увидели фермера, с которым захотели поговорить. Попросили гида остановиться, но он долго сопротивлялся, потому что не знал, чем дело может закончиться. Талибы, как правило, не очень приветливы с туристами, да и туристы в афганской провинции бывают так же часто, как попыласы в гостях у эскимосов. Владелец огромного макового поля, несколько гектаров, на мой взгляд, пригласил нас выпить с ним чаю. Он довольно хорошо говорил по-русски, в свое время учился в СССР. За сезон с макового поля он получает примерно 15 тысяч долларов. Стоимость переработанного сырья на границе с Таджикистаном составляет уже около 100 тысяч долларов. После прохождения границы с Россией уже несколько миллионов. Сам он никогда не употреблял наркотики и запрещает это делать своим рабочим. При этом он расценивает свою работу только как бизнес, употреблять наркотики или нет – это решение каждого отдельного человека. К тому же производство опиатов воспринимается как религиозная борьба с загнивающим Западом. С другой стороны, вариантов другого легального заработка практически нет. Люди живут очень бедно, а стабильный доход сродни выигрышу в лотерею. Террор как норма жизни. Я спрашивал у местных, почему, как они думают, люди совершают теракты. Главными причинами, по мнению моих афганских собеседников, становится низкий уровень осознанности у молодых людей и отсутствия системы образования как таковой. У молодого поколения надежд на светлое будущее нет, и психологические методы воздействия на них дают оперативные результаты. Для них совершить теракт – это шанс попасть в лучший мир, где ты ни в чем не будешь нуждаться. На границе с Пакистаном существуют целые лагеря шахидов, ждущих своей очереди для совершения теракта. В фото опубликована собака в Травилру по данным ООН. Жертвами военных действий в Афганистане за 2018 год стали 3804 мирных жителя, еще более 7000 пострадали. Больше нигде в мире нет такой анархии и беспредела. Для нас трагедии, в которых жертвами теракта становится более 100 человек, приводят к трауру государственного масштаба. Для них такие теракты – это повседневность. Они происходят с периодичностью раз в месяц. В Афганистане вообще нет безопасных районов. Если какое-то место охраняется, вроде какого-нибудь министерства, то, наоборот, оно становится объектом еще большего интереса террористов, и смертники рядом с ним взрываются особенно часто. Фото – Дмитрий Свердлов. 1.5. На второй день нашего путешествия за обедом к нам подбежал гид и сказал, чтобы мы быстро собирались. Местные информаторы сказали ему, что иностранных туристов уже разыскивают террористические группировки. Находиться здесь небезопасно, и нам срочно нужно возвращаться в относительно спокойный Мазари-Шариф. Заработок на иностранцах – частая практика. Национальный способ сорвать куш в Афганистане – взять в заложники гражданина другой страны. Захватить машину даже с вооруженной охраной не составляет никаких проблем. Вооруженная охрана нужна для отпугивания местных маргиналов и наркоманов, которые здесь на каждом шагу. Даже в центре Кабула иностранцев практически не было. За все время мы встретили только одного иностранного бизнесмена и несколько украинцев, которые работают в Афганистане телохранителями. Здесь их услуги очень востребованы. Без проводника или охраны, а порой без того и другого одновременно, делать в этой стране нечего. А бы воруют, возьмут в заложники или даже убьют. К счастью, предусмотрительность и профессионализм нашего гида позволила нам избежать всевозможных неприятностей и благополучно вернуться в Россию. Афганистан это красивое, но опасное место. И об этом надо всегда помнить. Дмитрий Свердлов